Вот они, первые комсомольцы Юсуповской, Володарской предельной фабрики, 20-е годы, из архива в библиотеке музея поселка Володарского. Фотографии старые, пришлось с ними долго-долго работать. История в 100 лет. Не один месяц потребовался на то, чтобы найти и отобрать фотографии комсомольцев, которые жили и трудились на территории Ленинского района. Снимки в основном любительские, качество невысокое. Дополнительное время заняла их обработка. Для новой выставки в сквере «Юность» выбрали самые яркие изображения, рассказывающие о жизни комсомольской организации муниципалитета. На каждом снимке можно встретить людей, так или иначе повлиявших на развитие района. Это была жизнь, очень бурная жизнь, активная, потому что те комсомольцы, которые в тот период росли, они росли вместе с страной, они развивались вместе с страной. Они участвовали во всех стройках ударных страны, во всех событиях нашей страны. Это и революция, и гражданская война, и восстановление хозяйства, это и освоение целины, и ударные стройки. И везде был комсомол в первых рядах. Место для выставки к столетию комсомола выбрано не случайно. Сквер «Юность» – своего рода мека для комсомольцев. Он был открыт к 90-летию организации. Недавно здесь провели благоустройство. В частности, заменили выставочные стенды. Теперь есть возможность размещать фотографии большего размера. Новая экспозиция насчитывает порядка 50 снимков. Старое-старое время вспоминать прошлое. Достаточно интересно? Да. Самый старый снимок датируется 1923 годом. Самый свежий относится к 80-м годам. На них изображены комсомольцы, которые работали в совхозах Московский, Владимира Ильича, на фабрике Володарского, на коксогазовом и бетонном заводах. И самое интересное, здесь даже представлены комсомольские билеты, по которым можно прочитать историю комсомола. Здесь первый комсомольский билет, там всего два ордена. Орден Боевого Красного Знамени и Орден Трудового Красного Знамени. Потом орден с четырьмя наградами. И потом последний комсомольский билет с шестью орденами. Вручен в честь 50-летия ВЛКСМ. Выставка продлится месяц, предшествуя знаменательное событие, которое состоится 29 октября. Сначала бывшие комсомольцы встретятся здесь, в сквере, а затем празднование продолжится в Доме культуры. Юлия Погасян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, ВиднетВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова